О том, каким были царь Иван IV Грозный, князь Андрей Курбский, бояре Московской Руси или опричники, вряд ли мы будем судить по балету, даже такого театра, как Большой. Тем более, что за почти полувековой срок существования этого эпического создания хореографа Юрия Григоровича на музыку Прокофьева, о нем сказано все, что уже можно было сказать. Визит Ивана Грозного из Большого на сцену Мариинского имеет историческое значение. Как факт сближения двух главных российских музыкальных театров, носивших некогда титул императорских, а также свидетельство эпохи Большого стиля, эпохи советского балета. Григорович, он вставил, они ездили по монастырям, кстати, мой отец его сопровождал, он глубоко изучал. Они ездили, и он, и Чулак ездил, и Версаладзе, великий художник, вместе ездили во всей России. Как известно, Сергей Прокофьев никогда не сочинял балет Иван Грозный. Он писал музыку к одноименному знаменитому фильму Сергея Эйзенштейна. В балет эта музыка вошла частично, ибо для двухчасового спектакля ее, разумеется, было недостаточно. Балет на эту процедуру была скомпилирована из нее, плюс добавлены некоторые другие сочинения Прокофьева, среди которых музыка из Третьей симфонии и кантаты Александр Невский. Поэтому не столько сценарий балета вырос из музыки, сколько музыка подбиралась редактором спектакля, композитором Михаилом Чулаке, в соответствии с концепцией хореографа. От фильма осталась внутренняя метаморфоза царя Ивана, другие образы получили отдельное развитие, такие как князь Курбский и первая убитая жена Грозного Анастасия. Я бы скорее даже сказала об этой роли, это как иконопись. Это образ, это лик. Какая должна быть женщина, которая могла усмирить своей молитвой, своей любовью, своей нежностью вот такого грозного царя. Здесь я исполняю партию князя Курбского, и это одна из моих первых ролей вообще. Мой герой не похож на других исполнителей, ни на тех, которые танцуют сейчас, ни на тех, которые танцевали до меня. Я не делаю, так сказать, предателя. Я делаю человека, отчаявшийся, и у которого просто не было выбора. И в моем случае это даже какой-то русский богатырь, наверное. Витязь. Спектакль Большого театра демонстрирует настоящий государственный масштаб. Это даже скорее не балет, а именно музыкально-пластическое действие с использованием сценической техники ярких декорационных образов. В удивительной гармонии соотнесены хореографом балетные массы и сольные высказывания. Спектакль такой эпической мощи, такого размаха, наверное, можно увидеть только в Большом театре. Для этого нужна феноменальная труппа, какой располагает сегодня Большой театр. Нужны блистательные солисты. Ну и, конечно, сама хореографическая структура, вот решение спектакля, как некого эпоса. Это редкий жанр. Недавно в рамках гастролей Большого театра в Петербурге мы уже видели оперу Мусоргского «Борис Годунов». Иван Грозный Прокофьев еще более расширил музыкальное пространство Московской Руси. Ждем и иные времена и нравы.